всем добрый день это фото веб экспоньюз к сожалению в этом выпуске меня вы не увидите да и зачем вам на меня смотреть лучше посмотрим что нам подготовила эта неделя для начала небольшое объявление 10 числа этого месяца состоится nikon day в москве его гости смогут бесплатно воочию оценить все новинки компании в том числе и nikon z6 и z7 со веке у мини core z2470 и 35 миллиметров а также не core f через переходник ftz также будут представлены профессиональные и любительские зеркальные фотокамеры и объективы не core без мастер-класса вы также не останетесь милашки модели в съемочных зонах также прилагаются последняя строчка звучала двусмысленно а вот вам небольшая помощь тайминга на этот день ставьте на паузу для подробного ознакомления компания panasonic анонсировал выпуск камеры которая вызовет комплекс неполноценности у всех обладателей последних джошек и культа 4k конечно речь идет о 8к камере да не простой а почти золотой с сенсором на основе органической светопроводящей пленки читая и фантазия рисует что-то странное называется эта малютка panasonic ak-shb810 легко запомнить удобно в произношении не правда ли она имеет глобальный затвор и способность снимать с разрешением 8к 36 мегапикселей и с частотой в 60 кадров в секунду конечно итоговый файл с такой камеры способен разорвать ваш компьютер на части выпуск этой камеры предполагается начать 2019 году с расчетом на ее использование 8к телевещаний с олимпийских игр которые пройдут в токио 2020 году небольшое описание новая камера конструктивно состоит из двух соединенных оптоволоконных кабелем блоков головного и процессорного сенсор о пи ф построена технологии которая была запатентована 7 лет назад течение последних пяти лет сенсор разрабатывался совместно с компанией panasonic и внимание fujifilm в общем говоря 2020-2021 года пройдут под лозунгом последние деньги в кассу 8к в массы как-то так если не производитель который изготавливает мануальную оптику вручную сидя буквально в подвале дома чипа в японии это не шутка это дословный перевод называется компания м с оптик так вот эта подвальная компания представила свой новый мануальный светосильный объектив для камер с байонетом и mount санитар 73 миллиметра f1 и 5 по сути это объектив для портретной съемки ручная работа с пятью элементов 4 группах имеет многослойное покрытие на каждой поверхности с качественной передачей цвета линзы диаметром 55 миллиметров и в высоту 56 из 4 десяток миллиметров весит всего 197 грамм она использует fitter м49 и может фокусироваться от бесконечности до 0 8 метров как было сказано выше объектив изготавливаться вручную от этого и высокая стоимость 1252 доллара правда забавно что предварительный заказ уже закрыт отгрузка планируется в середине ноября не стало интересно а у нас стране есть умельцы собирающие подвале мануальную оптику швабы не в счет уж больно большой у них подвал а теперь неожиданные слухи о грядущей камере от олимпус то время как 2018 году стал огромным годом для безвлекального рынка я имею ввиду что канон nikon и panasonic представили свои полнокадровые системы на фото кино один игрок остался в стороне это олимпус согласно последним слухам компания решила перескочить омди и 5 модель 3 и вместо этого выпустить бомбу под названием олимпус омди и м1 x пока что олимпус зарегистрировал эту камеру под кодом названием и м 010 и мы уже знаем что следующем году компания планирует нечто больше для своей столетней годовщины и так небольшие наметки о будущей камеры в отличие от panasonic олимпус не будет участвовать в полнокадровой беззеркальной гонке вооружений разрешение камеры планируется от 22 до 24 мегапикселей абсолютно новое интуитивно понятное меню с иллюстрациями и анимации двойное iso то есть съемка с одновременно двумя разными значениями iso для расширения динамического диапазона однако принцип будет отличаться от того что предложил panasonic lumix gh5s заявлена новая система автофокусировки и конечно усовершенствованные функции что уже присутствует во флагманах касательно видео камера будет считывать 4к со всего сенсора то есть это будет 6к сжатый до 4к 6к фото и конечно же high res компоновка нескольких кадров в один с разрешением от 50 до 55 мегапикселей улучшенная стабилизация и многое другое о чем пока стоит только догадываться неожиданная камера именно так и назвал эту новость компания янг но идет по стопам сяоми и собирается представить свою первую беззеркальную камеру возможно это произойдет на си с 2019 данный слух возник не на пустом месте дело в том что на официальной странице компании социальной сети был объявлен конкурс на название нового продукта и выложено цифровое изображение одно из условий конкурса название должно быть цепким легким запоминающимся кратки без незнакомых и трудных слов можно выбрать из предложенных названий компании или же придумать свое что интересно по конкурсу так это то что приз получит не только автор лучшего названия но еще и несколько участников компания приготовила 100 объективов янг но 50 мм f1.8 что касается самой камеры то пока известно что она будет работать на android ос и будет поддерживать стандарт lte 4g в общем я пока что много тайн итак друзья это были все новости на сегодня спасибо что смотрели надеюсь вам было интересно и не скучно и вы не сильно скучали по отсутствию моего лица в кадре как бы то ни было поставьте лайк или дизлайк оцените это видео на свое усмотрение и конечно подпишитесь на нас в соц сетях вк facebook instagram и яндекс дзен колокольчик снизу справа обязательно нажмите кто не нажал и до встречи в следующих видео пока